Микс Ньюс Добрый день, руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков, член Латвийского совета по строительству Байба Фромана у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, строительная сфера такой, в какой-то степени, наверное, катализатор экономики, когда строительство развивается, мы видим эти краны, даже не экономисты понимают, ну, значит, страна развивается. Конечно, мы понимаем, что отчасти вот это вот развитие и строительная сфера связано с освоением европейских фондов. Как Вы сегодня оцениваете, сейчас как раз активный, наверное, сезон еще строительства продолжается какое-то время из-за этого нашего прекрасного лета, но вот как Вы оцениваете, в какой ситуации сейчас строительная сфера? Ну, так и есть, как Вы говорите. Строительная отрасль сейчас развивается. Понятно, что закупки все много, и в ближайшие два года, наверное, мы увидим то же самое из-за европейских фондов, но из-за того, что большие строительные объекты в личном секторе тоже развиваются, так что строительная отрасль сейчас пытается понять, как все успеть вовремя, в качестве и обслужить это требование, которое сейчас в рынке есть. Да. Что касается вообще строительной сферы, мы знаем, что в те времена, когда строительство не развивалось, понятно, что строители в поисках работы уезжали. Да. Вот сейчас, я так понимаю, все-таки отток не удалось остановить представителей строительной отрасли. Ну, мы видим то, что, конечно, сейчас рабочей силы не хватает. Не только в строительной отрасли, в других отраслях тоже самое, особенно к квалифицированным работникам. Ну, то, что мы должны понять, что Латвия не изолирована. Конечно, в Скандинавии тоже строительство идет вверх, и требования наших строителей до сих пор есть там, и те, которые там уже уехали, думать, что они приедут так все обратно, это утопия. Конечно, они не приедут так, потому что там зарплаты больше, и в том числе они хотят тоже, чтобы они работали. То, что наши строители, конечно, должны понимать и делают уже, мы смотрим на другие страны, которые тоже работники, которые ищут работу, в том числе в Белоруссии, в Украину, которые сейчас тоже заинтересованы и уже работают в строительной отрасли в Латвии. Но самое главное понять, как держать качество, чтобы приехали действительно качественные строители, ну и, конечно, те, которые приезжают, действительно качественные, остаются и будут еще в ближайшие годы работать. Потому что мы знаем, что будут такие большие объекты, как Rail Baltic, будут в том числе остальные большие, электрификация, которая пройдет тоже большой проект, но это тоже, там рабочая сила будет очень нужна. А вот если мы говорим действительно об этой иностранной рабочей силе, легко ли сейчас, скажем так, завести вот этих работников из Украины, насколько у нас, как вам кажется, вот это законодательство достаточно гибкое? Мы понимаем, что целый ряд требований выдвигается, чтобы завести вот этих гастарбайтеров. То, что мы видим и хотели бы действительно, чтобы и, наверное, в ближайшее время начнем говорить с государственными институциями, что должны быть сокращены в том числе сроки. Потому что те 3-4 месяца, которые необходимы, чтобы работников привезти, слишком большое время, конечно, потому что в том числе государство, когда делает свои публические закупки, они тоже в том же предвидят сроки, которые должны начаться выполняться в тот момент, не через 3-4 месяца. И поэтому планировать будет ли этот объект конкретному предпринимателю, это очень трудно, и он не может так, ну, очень далеко вперед говорить строителям, что вот мы приезжайте, вот в этот месяц будет работа. Поэтому то, что мы видим, что действительно должно какое-то сокращение сроков быть, чтобы административные процессы, ну, например, в строительной отрасли, как мы видим сейчас, например, когда это нуждается в этом, в рабочей силе из, в том числе, Украины, Беларуси и других стран, чтобы мы могли их действительно привезти, и не было такого, ну, просто бюрократического процесса, который, ну, вряд ли разумный, я бы сказала. Я не думаю, что этот срок решает, там, приедет, там, квалифицированный, неквалифицированный, это просто такая, ну, бюрократическая, ну, как бы сказать, процесс, который просто есть без смысла. А вообще, в принципе, вот я так понимаю, что мы не единственные пытаемся привлечь эту силу, да, я думаю, наверное, Литва и Польша пытаются привлечь, то есть нам приходится конкурировать даже за украинских рабочих, профессиональных, да? Да, да, право, так и есть, и, конечно, ну, не только в Эстонии то же самое, ну, и в других наших близких стран, и то же самое, они действительно смотрят и привозят, и проверяют, какие работники, качественные, некачественные, отправляют назад, если некачественные, и пытаются удержать те, которые качественные, но это экономика, то, ну, все эти условия экономики действуют, в том числе и здесь. Да, что касается вот заработной платы, мы знаем, что буквально на днях статистическое бюро радостно нам сообщило, что средняя заработная плата по стране достигла тысячи евро в месяц на бумаге. Мы знаем, что там Министерство экономики очень радостно это объявило и сказало, что, ну, вот теперь наши, те, кто уехал, будут возвращаться. Я не думаю, что тысячи евро на бумаге – это то, что вот может привлечь наших соотечественников, работающих, там, не знаю, в Германии, или в Англии, или в Ирландии. И вот, я так понимаю, что в строительной сфере такая зарплата уже давно выше, да? Как которые профессии? Если мы говорим насчет квалифицированных, конечно, выше, но те, у которых квалификации нет, конечно, нет. То, что мы видим и то, что мы уже два года добиваемся, сейчас, ну, буквально почти-почти достигли, и это генеральное соглашение насчет минимальных зарплат в отрасли, которые мы понимаем, что, ну, сейчас договоренность будет 780 евро на бумаге, как вы говорите, и это будет, ну, один из способов, как действительно делать нормальную и честную конкуренцию в отрасли, но в том числе долгосрочно тем, которые хотят и планируют работать в строительной отрасли, которые работники могли бы предвидеть, какая у них будет зарплата, какие у них будут социальные гарантии, какие у них будут, есть ли какие-то там, не знаю, несчастные случаи или теряют работу, например, какие у них будут социальные гарантии, например. Потому что это то, что повышается зарплата, это хорошо, и реальная зарплата, в том числе, за которую платим налоги, потому что это действительно один из очень важных принципов, чтобы вообще люди были готовы возвращаться сюда, чтобы не только понять, сколько они будут получать на этот момент, но какие они, как они могут увидеть свою следующие года и будущее в строительной отрасли. Какие будут вообще налоги, да? Какие будут налоги, нет, больше какие будут социальные гарантии, что с ними произойдет через 5-7 лет. Ну, и, конечно, надо понять, что те люди, которые уезжают, у них есть семья. Если семья уехала с ними, тогда, наверное, это трудно думать, что они быстро могут... Особенно, если дети уже пошли там в школу, да, это понятно. Особенно, да, это трудно. Если они уехали поработать, это может быть очень важной причиной, чтобы они были готовы возвращаться, в том числе, тогда зарплата может и влиять очень сильно на их решение. Если мы говорим вот действительно о налогах, я так понимаю, что налоги на труд, несмотря на все эти налоговые реформы, все равно довольно велики для строительных компаний. По-прежнему эта нагрузка весьма большая, да? Да, но это не только на строительных, для всех, конечно, но в строительной отрасли, конечно, большая часть из цены и объектной цены составляет действительно расходы по рабочей силе, и поэтому, конечно, и налоги – это очень важная часть. То, что самое главное, что говорят предприниматели, не важно, как большие или маленькие налоги, самое главное, что должны быть честные условия. Если платить налоги, то делать это всем. Если не платить или сказать, что мы не можем достичь, чтобы все платили, тогда, ну, давайте честно это говорим и предвидим, что оно тогда, например, сокращаем их. Потому что то, что мы видим, когда насчет генерального соглашения говорят, что будут предприниматели, которые не смогут, например, может быть, заплатить налоги из-за 780 евро на бумаге, минимальные заплаты. Но то, что мы уверены, что если есть такие предприниматели, которые действительно могут участвовать в рынке, работать в рынке только из-за того, что они не платят налоги, но они не должны тогда работать. Потому что это влияет не только на конкуренцию, это влияет и на социальные гарантии работников. И что они будут и сколько получать, когда, например, они уйдут в пенсию. Если они всю свою рабочую жизнь будут работать в строительной отрасли и в микрорежиме, то они будут получать пенсии, которые, ну, вообще будут очень минимальные. И тогда мы увидим, что эта ситуация должна была решить. Поэтому мы говорим, давайте решим это сейчас, потому что строительные отрасли, где люди работают с утра до вечера, не могут быть микрорежимы. Микрорежимы были думаны только для этого, чтобы они, ну, какие-то подработки были, маленькие работы для семейной, для предпринимателей, которые там… Но те, которые просто работают в объекте с утра до вечера, и действительно всю жизнь работают в строительной отрасли, должны иметь нормальные социальные гарантии. Да, это разумеется. Что касается вообще бизнеса или структуры строительной компании, насколько… Можно ли сказать, что, по крайней мере, так раньше было, что все-таки строительный бизнес, он такой национальный, так можно сказать. То есть, все-таки в основном латвийские инвесторы тут работают. Это одна из тех немногих сфер, где еще латвийские предприниматели сохраняют свою позицию. Это так, да, по-прежнему? Это так, и я уверена, что это так и будет, если будет разумная политика страны. И потому что, конечно, если даже конкурсы выиграет, например, какая-то компания из, не знаю, ну, любой другой страны, надо понять, что все равно работать будут местные. Они не могут привести всю рабочую силу, все техники, все организовать с другой стороны и с другим ресурсом почти невозможно. Поэтому очень важно… Конечно, у них есть компании, которые с владельцами, генеральный подрядчик, которые уже очень хорошо работают в рынке и конкурируют с местными. Но до сих пор, я уверена, останется, что местные люди будут все-таки главными в этой отрасли. 612-939, телефон прямого эфира, можете звонить, задавать вопросы. Наши гости. Вот что касается «Аэробалтика», в принципе, все-таки есть надежда, что латвийские строители тоже будут участвовать в этом проекте, да? Потому что все-таки это такой международный, Европейского Союза. Сколько там достанется вообще нашим? Ну, я уверена, что наши все равно будут этот проект реализировать. То, что мы сейчас… В чем мы нуждаемся? Некоторые компетенции насчет специфических требований этого проекта. Но поэтому и большинство местных идут вместе с компаниями, которые из других стран. Но я понимаю, что конкурировать будем обязательно. Будем увидеть, какие будет расходы конкурсов. Но я уверена, что все равно будут реализировать местные. Да. Еще, может быть, такой вопрос в первой части хотел вам задать. Что касается, действительно, гастарбайтеров. Но я так понимаю, что все равно на какие-то работы… То есть гастарбайтеры могут только на какие-то определенные работы привлекать. Понятно, что, видимо, прорабы, такой инженерно-технический персонал – это главным образом все-таки местные. Главным образом, да. Но в том числе, например, инженеры, которые могли бы… В том числе, не хватает. Не хватает, да. То, конечно, там есть сертификации. Они должны пройти с сертификацией. Но и там из других… Там языковые требования есть. Языковые требования. Все-таки надо знать местные законы, все требования. Это не так легко. Но то, что может проектировщик, например, понять из других стран, есть в том числе, я думаю, что в каком-то время, наверное, они тоже могут конкурировать. И если такая необходимость будет, и можно такую рабочую силу в том числе привлечь. Но, конечно, все равно будет местные им и руководить, смотреть, чтобы они соблюдали все законы, все требования. Потому что требований по качеству очень много. Из других стран это невозможно. В первой части обязательно тоже поговорим. Вот буквально так, может быть, предваряя нашу беседу. Во второй части, что касается действительно даже закупок. Что-то, на ваш взгляд, это регулирование постоянно меняется, какие-то продвигают новые требования. На ваш взгляд, здесь надо что-то менять в организации закупок муниципальными органами государства? Ну, там, я думаю, что очень много, над чего иметь здесь есть. Самое главное, что надо с государственным уровнем и муниципальным планировать, какие и сколько закупок в какое время мы реализируем. Потому что то, что мы видим, когда экономика идет вверх, и страна хочет государственные закупки в это время делать. И то, что она делает, она делает еще больше давления на рынок, на цены. И в то время, когда было там два года назад 20% падения в строительной отрасли, в тот момент в государстве тоже нет денег. И если не планировать, то мы не можем в то время, чтобы это требование выровнять, у нас в государстве не накопило деньги, невозможность, чтобы одновременно какие-то большие закупки, например, делать. Ну, например, Лепа Астетумс. Это очень хороший пример, потому что нужный проект, конечно, вопрос, когда его делать. Надо было его делать два года назад, наверное. А не сейчас, когда цены вообще стали. Ну, сейчас, конечно, требования и необходимость есть, но эта цена превышает на 15-20% то, что они планировали. И если планировать то, что еще одна очень большая проблема, когда закупщики делают закупки на 2-3 года старые цены, которые предвидены. И они считают, что рынок идет вверх, и они должны предвидеть реальные необходимые деньги для того, чтобы действительно проект реализировать. Это мы видим как большую проблему, но не только в больших объектах, но и в том числе маленьких. Вы должны смотреть на цены, которые сейчас в рынке, а не которые были там 2-3 года назад. Потому что в другом, если вы не предвидите, как закупщик, достаточно денег, то вы не сможете найти никого, который мог бы в таком качестве ваш проект реализировать. Да, приемовсе ненадолго, новости рекламы, не переключайтесь. Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжая работа в прямом эфире, напомню, у нас в гостях руководители латвийского партнерства строительных подрядчиков, чьего Латвийского совета по строительству Байба Фромана. Добрый день еще раз. Вот вы уже говорили о тех ценах, которые, себестоимость и строительство, она растет по понятной причине, потому что нехватка рабочей силы, нужно повышать зарплату, налоги, это все понятно. Но вот такой вопрос хотел вам задать, может быть, конечно, это больше не столько к строителям, которые реализуют проект, но от тем вот эти атысти, да, и те, которые пытаются дальше вот, ну, к примеру, продать вот эти жилые дома, довольно много строится, пока не имея в Риге жилых домов, и цены весьма высоки. И на однокомнатные, и на двухкомнатные, и на трехкомнатные, и даже на четырехкомнатные. И вот возникает такой, может быть, вопрос, что, с одной стороны, понятно, что есть вот эти вот расходы на строительство, которые должны быть заложены, да, есть какой-то процент прибыли, понятно, не без этого, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, какая платежеспособность все-таки у нашего населения. Понятно, кто у нас может себе позволить без кредита купить квартиры за 70, 8, 100 тысяч и более. Да, вот нет ли такой вот как бы опасности, на Ваше взгляд, что все-таки очень многие вот эти дома, которые сейчас строители строят, и строительные компании, ну, это все не окупится? Ну, как мы видим, есть очень большая необходимость жилой площади в рынке, потому что очень большая часть домов, в которые сейчас живут люди, были строены очень давно. Да, 150 лет там у нас советское жилье. Да, советское жилье, которое, конечно, требует и поднимает вопрос, что делать и как помочь людям или отремонтировать эти старые дома, или купить новую площадь. То, что мы видим в Таллине и в Вильнюсе, конечно, этот рынок намного активнее, чем в Риге, потому что у нас строятся новые дома намного меньше и дольше, чем в Таллине и в Вильнюсе. Это понятно, что там очень комплексный вопрос, как может страна, государство помочь, что делают банки, помогают ли людям кредитировать или не кредитировать. Но есть и третья часть. В это время, когда сейчас строится самое главное, понять, что может делать, чтобы соблюдать качество и как следить за том, чтобы качество было самой высокой, что вы покупаете. То, что мы видим, что должны быть действительно большие изменения в страховочной системе, например, как в Франции, когда если вы, ну если мы говорим насчет того, что вы развиватели, которые развивают и делают… Потом, да, пытаются реализовать эти… Реализировать все равно дома или квартиры. Квартиры, наверное, даже важнее, что если вы продаете и развиваете, то вы должны предвидеть страховку, которая переходит к новому владельцу, но который действительно действует, например, 10 лет. Не год-два, а 10 лет. Не год-два, но это значит, что вы покупаете это как развиватель, и она идет вместе с недвижимостью, несмотря на то, если меняется владельцем, неважно, 10 лет это и является. Но это страховка, которая не страховщиков, не строителей. Это страховка, которая дает вам развиватель, который развивает эти проекты, чтобы они действительно в том числе были ответственны за то, какие строители они закупают, какие проекты они закупают, смотрят ли они, чтобы было это качество, которое они обещали людям, Потому что они, в том числе, они ответственны, не только, потому что, ну, строители, что вы закажете, то он вам построит. Или, ну, в том числе, вы, как развиватель, отвечаете за то, что вы закупаете. Все договоры строителям, проектировщикам, технадзорам, всем подключает тот развиватель, ну, закупщик. И поэтому он потом продает, и он должен в каком-то мере все-таки отвечать. Да. Хотел спросить по поводу важного такого вопроса. Ну, до выборов нового сейма остается чуть ровный месяц по существу. Что вы ждете вот именно для регулирования в строительной сфере от нового сейма и правительства? Мы понимаем, что вот это была трагедия в Золитуде, которая заставила там корректировать законодательство. Что-то, наверное, было сделано правильно, что-то, я так понимаю, опять-таки для галочки. Вот какие самые большие сложности и проблемы вы видите в законодательстве? Или, может быть, эти узкие места? Что нужно менять? Ну, то, что мы уже больше чем год дискутируем в Министерстве экономики с рабочей группой. Вот я думаю, что это самый главный вопрос. Разделить, кто за что отвечает. Потому что это то, что было после Золота сделано, что все отвечают за все. И то, что мы получили вместе, это непонятно, кто за что отвечает. И это очень мешает, в том числе тем, которые работают в рынке и в отрасли, понять, за что тот, кто положил подпись, за что отвечает тот, кто положил, за что отвечаю я, когда я вложу подпись, за что отвечает, например, в страховке, что я могу, что и должна моя страховка подключить, а что не должна. Это не дает возможность нормальное качество, нормальный процесс вообще делать. Это самый главный вопрос, который следующий саммит должна будет решить. Я знаю, что это очень трудный вопрос, потому что там очень много интересов, очень много проектировщики, муниципалитеты, все думают, каждый по-разному. Но то, что мы должны посмотреть, как мы хотим, чтобы эта отрасль выглядела через 5 лет, как мы можем достичь самого большого качества, как мы можем сделать нормальную страховочную систему, которая была бы действительно страховкой, из-за того, если у меня есть какие-то ошибки, чтобы я знал, чтобы страховка это действительно оплачет. Чтобы страховка не была, как сейчас, просто еще одной бумагой. И еще дополнить наук свою работу. Да, ну что такое, потому что почти как налог, потому что платить должны все, но никто не понимает, за что. И то, что я думаю, что еще очень важно понять, что делает Боу Валдес. Да, строительные права вот эти, да. Да, потому что и что они согласируют, смотрят они качество проекта или не смотрят. Или только что все справочки были, все бумаги, да? Да, но и надо понять, что от них ожидать, что они ожидать, потому что это тоже дает возможность проектировщикам понять, что проектировщик ответственный, чтобы этот проект был сделан по всем нормативам. Технозор, экспертизы должны проверить, все ли правильно или как были, чтобы проверили все там, в том числе, все ли правильно. В том числе, насчет других. Но чтобы каждый понял, за что он отвечает и в том числе и отвечал за то, что он подписывает, что он делает. А вообще, если вот мы говорим о сроках, вот вы сказали, что вот в Таллине, Вильнюсе все это быстрее происходит, но это главным образом и связано с тем, с чем вы говорите, что вот согласование проекта занимает очень много времени, да, в Латвии? Согласование проекта занимает и занимает очень много времени, в том числе непонятно то, за что отвечает и в том числе, что у нас очень медленно идет дигитализация, что согласование, если вы должны у каждой институции бегать, просить, подписать, что у них там все хорошо. Все в бумажной форме, да? Да, но вы можете только идти к одному, потом к другому, к третьему, четвертому. Они можете, как, например, Вильнюсе подать, и чтобы они одновременно смотрели, ну, все там, Рига Суденс, Рига Сад, Латвенерго, ну, все эти, которые должны согласовать этот проект. Ну, и то, что мы говорим, что это должно быть сделано одновременно и ввести в силу в такой принцип, который называется, если вы молчите, то значит, что вы согласны. По умолчанию, по существу, да? Если не отвечает в течение месяца, то понятно, что у них нету каких-то там возражений. И, ну, это все дает возможность проекта продвигать быстрее. Я не думаю, что это вообще мешает качеству. Конечно, все, которые, технозор и все другие должны смотреть и даже, наверное, больше насчет качества. Но все эти бюрократические процессы, которые только бюрократии, не без какого-то действительно смысла, должны быть сокращены. Да, вот я так понимаю, что это и есть составляющая вот этой doing business, этой предпринимательской среды, которая может и инвесторов отпугнуть. То есть, если они хотят строить здесь какой-то проект, узнав, что это так может затянуться и так все это сложно, они могут уйти в ту же Эстонию, к примеру, да? Самое главное для инвесторов знать строки. То, что мы не можем дать конкретные строки. Мы можем как строитель сказать, что, ну, если у вас будет разрешение на строительство, то это займет, ну, например, там, не знаю, там, какой-то проект. Но мы не можем сказать им другое, потому что инвесторам интересует весь процесс. Сколько, если я скажу, да, я хочу сделать здесь, когда я смогу эксплуатировать дом? И вот этот первый процесс, который соглашение проекта, мы не можем сказать, сколько он займет, потому что это может занять полгода, а это может занять дольше. И этот вопрос, поэтому эти сроки так важны, чтобы эти инвесторы, чтобы мы были в конкурентоспособности с Таланом и Вильнюсом, потому что срок это самое главное. Потому что, ну, как мы знаем, время это деньги, и инвесторам это очень важный вопрос, когда? Да, вот такой, может быть, вопрос хотел еще задать. Вот нужно ли, на ваш взгляд, упорядовать взаимоотношения, там, не знаю, вот генерального подрядчика и субподрядчиков? Мы знаем, что регулярно возникают дискуссии, даже конфликты, когда вот там работники, не знаю, фирмы, которая была на субподряде, но они, может быть, не знают все эти юридические нюансы, говорят, вот вам не заплатили. Потом выясняется, что вроде генеральный подрядчик получил деньги, дальше не перевел. И может перевел. Или, может быть, перевел. И вот это еще один вариант, могут быть разные. Что здесь можно сделать, не знаю, на законодательном уровне или вот какими-то другими, другая ситуация? Ну, мы предложили, потому что есть не только с генеральными подрядчиками и субподрядчиками это проблема, но в том числе заказчики, генеральный подрядчик, то есть очень много ситуаций, когда генеральный подрядчик тоже не получает деньги по каким-то очень многим вопросам. А иногда и переводят дальше, а уже владельцы фирмы субподрядчика дальше работниками не рассчитываются. А может даже переводят дальше из своих денег, но не получают из заказчика. То, что я уверена, что самое главное, почему вообще эти проблемы являются, это то, что у нас сроки в суде очень долгие. Если у вас есть какие-то, вы идете в суд, это может занять 3-5 года, даже очень маленькие требования, которые есть, могут очень долгое время занять. И поэтому мы предлагали и думаем и надеемся, что следующий эсейм тоже сможет этот вопрос решить, что мы должны в строительной отрасли, хоть бы в строительной отрасли, но я думаю, что есть и другие отрасли, которые это были бы рады, вести в силу, что есть возможность альтернативным решением спор, которые должны быть бы, например, обязательно перед судом, которые заняли бы 3 месяца, например, это не значит, чтобы вы могли ответ получить, должен был платить или не должен, было качество или не было качество, в которую эти комиссии могли бы ответить очень быстро. И если вы даже идете в суд потом, чтобы у суда тоже было уже какое-то мнение эксперта, а не только там 5 лет. По зону, если у нас много звонков есть, ну сколько успеем принять, добрый день, слушаем вас. Добрый день. Да, пожалуйста. Я вот представитель одного из самых рискованных бизнесов строительных в нашей стране и вообще в мире. Например, если я иду в банк, хочу взять заем, хочу взять любые деньги у любого кредитного учреждения, и если я строитель, строительная компания, то я нахожусь в зоне риска, в красной зоне, в зоне А. Почему? Вот вопрос почему. Почему кредитные учреждения оценивают строительный бизнес как один из самых рисковых бизнесов? Я, в принципе, согласен, что он, наверное, один из самых сложных бизнесов, потому что, во-первых, построено все, 99% — это человеческий фактор. А какие люди, собственно говоря, такой бизнес, это к строительству можно отнести на 100%. Вот какие у нас в стране люди и какой контингент работает в строительстве, такой этот бизнес и будет. Спасибо большое. Ну вот такое мнение, что вы можете покомментировать? Действительно ли это самый рискованный такой бизнес? Я вообще не знаю, там самое рискованное, не самое рискованное. То, что большая проблема сейчас в строительной отрасли действительно с банками, в том числе банковские гарантии в том числе, мы видим это как большую проблему. Я уверена, что одна из причин действительно того, что мы говорили, что непонятно, кто за что отвечает, и нет нормальной страховочной системы. Но другой вопрос в том числе, какие гарантии требует закупщик. Потому что если вы, например, просите для всех гарантий в 5 лет на всю сумму исполнительной гарантии, в том числе, и все это накапливается, то, что банки очень сейчас плохо смотрят и трудно выдают кредиты, в том числе строительной отрасли, я думаю, что это будет очень большая проблема и тоже объект дискуссий, потому что в строительной отрасли тоже должна быть дигитализация, мы должны закупить новые технологии, новые техники в том числе. И если банки будут так смотреть на строительную отрасль, то мы очень быстро увидим проблему с продуктивностью, в том числе, что мы не сможем нормально конкурировать и должны будем работать с старой техникой, и в ближайшее время это тоже может быть проблемой. Так что радиослушатели действительно очень правы, это большая, вообще-то огромная проблема, которая в ближайшее время должна подниматься. Может быть, такой последний вопрос, вот так вот время стремительно эфир у нас заканчивается. Что касается этих генеральных соглашений, сейчас как раз до Сейма дошла эта поправка, у юристов, у многих вызывают определенные возражения, поскольку, ну, с одной стороны, понятно, договорились с профсоюзами, работодателем, что вот будет такая оплата сверхурочной работы, в строительстве, наверное, это частое явление, да, но работник как бы вроде ни при чем, почему он должен получать, допустим, меньше установленного законодательства? Он не получает меньше, то, что это действительно популизм, с одной стороны, потому что то, что предлагает профсоюз и работодатели, почему профсоюз согласен с этим решением, потому что профсоюз говорит, что, и всегда говорил, мы готовы говорить на сокращение сверхурочных, если минимальная зарплата намного больше, и поэтому то решение, которое сейчас со всеями, я думаю, что для всех, которые работники, не только в строительной отрасли, я знаю, что другие отрасли тоже ждут, как выйдет строительная отрасль с этим генеральным соглашением, удастся или не удастся, да, и очень сложный, потому что в строительной отрасли очень много компаний, но почти уже мы достигли то, что почти уже подписали необходимые объемы, это половина со всей строительной отрасли, почти 300 компаний, это очень большое, два года нас это требовало, но то, что для работников это хорошо, потому что если 40% в строительной отрасли получает сейчас минимальную и ниже минимальной зарплаты, то мы минимальную зарплату с 430 поднимаем на 780, это значит, что если даже… Это существенно. Да, и то, что понятно, что сейчас сверхурочные вообще в стране, не только в строительной отрасли, ни в других отраслях никто не платит столько, как… Итак, давайте эту неживую норму сделаем нормальной, чтобы ее действительно оплачивали, и понятно, что людям самое главное не сколько они получают сверхурочными, особенно если они вообще никто насчет их не платит, но сколько они получают каждый месяц и сколько за них платится социальных гарантий. Вот это важный пункт. Поэтому профсоюз с этим решением был согласен, и поэтому я очень-очень была возмущена, когда увидела, что Теса, Ипсаркс и другие говорят, что это сокращает гарантии. Наоборот, это всем повышает гарантии, и в том числе, например, если вы даже получаете, например, 2000 евро, вы можете эту работу, например, потерять, и тогда у вас тоже будет минимальная зарплата 780, а не 430, если у вас, например, какие-то, не знаю, несчастные случаи на работе, и у вас будет это, арует с нами, или социальные гарантии вы должны получать, у вас это все будет минимальные гарантии, которые вам гарантирует закон, все равно будет выше. И поэтому, если так быстро посмотреть, кажется, как, сокращаем 100% в 50%, кажется, ну, все теряют. Нет, наоборот, все получают, даже те, которые сейчас получают больше, минимальные, даже для них повышаются. Байба Фоман у нас была в студии, и большое спасибо.